Благоустройство парков и скверов проинспектировал глава города. Отдельное внимание Сергей Панчин уделил дворовым территориям. Какие недостатки были выявлены и остался ли он доволен увиденным? Расскажем в следующем материале. Благоустройство города – залог комфорта местных жителей, поэтому во многих вопросах именно их мнение становится главным. Хороший пример – сквер моторного завода. По просьбам горожан здесь оборудованы пешеходные дорожки, а скоро установят выставочную площадку производственных станков. Именно на них в годы войны работали заводчане. А чтобы украсить сквер, уже ведется монтаж малых архитектурных форм и обустройство зеленой зоны. К началу сентября смонтируют систему освещения и разобьют клумбы. Был вопрос по парковкам со стороны улицы Самарская. Часть людей просили убрать некоторые деревья и вдоль дороги сделать парковочное пространство. Здесь пришли к такому промиссу, что где деревьев нет, там на несколько машин будет сделано, а деревья сноситься здесь не будут. Вот такой компромиссный вариант достигнут. Впрочем, такое взаимопонимание ульяновцев и городских служб есть не везде. Глава города обратил внимание и на недостатки. Под критику попал парк Маргелова. По мнению Сергея Панчина, здесь необходимы новые меры благоустройства. Особенно по сохранению уже высаженных деревьев. Организация культурной и патриотической программ в парке тоже оставляет желать лучшего. Вроде бы они мелочные вопросы, но я сошлюсь на президента страны Владимира Владимировича Путина, что мелочных вопросов не бывает. И это замечательное место. Мы должны, конечно же, сделать местом кипения жителей вот того микрорайона, да и в целом жителей Заволдского района. А вот в поселке Мостовая насущная тема – это подтопление жилых домов. Для решения проблемы проводятся работы по выпрямлению сточных канав и устройству тротуаров. Также сейчас ремонтируют ливнеприемные лотки, устанавливают борт камень. Он необходим для того, чтобы вода попадала в стоки. А на улице Российской для удобства местных жителей скоро появится новый тротуар. И также работа продолжается у нас на улице Пригурной, где-то выше. То есть там полностью идёт выпрямление, скажем так, этих канав, которые на сегодняшний день находятся в неудовлетворительном состоянии. Идут через приусадебные участки. То есть мы сейчас её сделали так, что в первую очередь вырубили всю поросль, передвинули все гаражи и заборы, которые мешали. И, соответственно, сейчас уже продолжаем работу по выпрямлению ростов. Побывали и в Виновской роще. 28 июля парк отметит день рождения. Поэтому к празднику в месте отдыха появится новая входная группа. Установят видеоэкраны. Чтобы ульяновцы не пропустили ничего интересного, для них будут транслировать афишу мероприятий. Кроме того, подарком для жителей города станет фонтан. Планируется, что работы завершатся уже к сентябрю. А вот в сквере строителей скоро разместят новые детские площадки, уличные тренажёры и приступят к монтажу ограждения. В целом такие объезды будут проходить несколько раз в неделю. Ремонт дворовых территорий, ремонт дорог, ремонт домов по судам, ремонт и приведение территории, благоустроенные в наши городские пространства, такие, как эспланады промышленные, где мы сегодня были, я буду рассматривать в ежедневном режиме. И именно на тех точках, непосредственно не в служебных кабинетах, а на площадках, где производят эти работы. Васара Садина, Екатерина Лазарева, Вести, Ульяновск.